Продолжение следует... У меня возникла проблема. Как поздравить с праздником своих родных и друзей? Необходим подарок, который должен быть оригинальным и практичным, иметь низкую себестоимость, соответствовать новогодней тематике. Я обратилась к различным интернет-источникам в поисках идей для подарка. На одном из сайтов я увидела яркие новогодние пряники. Идея подарить на Новый год имбирный пряник меня вдохновила. И я принялась изучать это направление более глубже. Дарить на праздники оригинальные пряники – древняя традиция, которая актуальна до сих пор. Современные технологии позволяют улучшить процесс приготовления пряников, сохраняя традиционную рецептуру. У меня возникла идея сделать пряник в виде символа наступающего 2021 года. Для этого необходимо было приобрести пряничные вырубки и штампы с изображением быка. Изучив ассортимент местных магазинов, ничего подобного я не нашла. Тогда приняла решение напечатать вырубку и штамп на 3D-принтере, который установлен в кабинете технологии. К сожалению, в условиях пандемии работать в школе в программе по 3D-моделированию у меня не предоставилось возможным. И я обратилась к интернет-источникам. На одном из сайтов по 3D-моделированию я нашла в бесплатном доступе файлы для печати на 3D-принтере, среди которых был тот, который мне подошел. Файл для распечатки я отправила своему учителю по технологии. После получения готовых вырубки и штампа приступила к изготовлению своих имбирных пряников. В интернете нашла классический рецепт, замесила тесто, вырезала с помощью вырубки силуэт будущего пряника и штампом нанесла узор. После того, как пряник остыл, я раскрасила его разноцветными глазурями из яичного белка, сахарной пудры и пищевых красителей. После высыхания глазури я упаковала в специальную коробку для сладостей, которую приобрела в специализированном магазине. Подарок готов! Себестоимость одного пряника с упаковкой вышла 95 рублей. Подобные пряники в интернет-магазине стоят от 250 рублей за штуку. Время, затраченное на изготовление изделия, составило 2 дня. В этот период вошли распечатка формы на 3D-принтере, замес теста, выпекание и роспись глазурью. Для изготовления пряников я использовала только экологические чистые продукты. При работе никаких вредных веществ не выделялось. Производство пряничного изделия практически безотходное. Я считаю, что проблема с подарками к Новому году решена и соответствует изначально заявленным требованиям к изделию. Единственное, я бы хотела сама создать 3D-файл для печати на 3D-принтере. Подари родному сладость! Имбирный пряник будет в радость! С наступающим Новым годом! Мастер по производству имбирных пряников Екатерина Фидлер.